Привет, друзья! Пришла зима и все начали утепляться. Кто-то лайтово, а кто-то по-крупному. В дотку тоже завезли зимний ландшафт и стало очень лампово катать вечерком с чашечкой чая. И все бы хорошо, но как же наши герои? Ведь они в своих дефолтных шмотках портят всю атмосферность. Это как сидеть у камина без огня. Так не пойдет. Срочно переходи на Тести Дроп. У них там завезли зимнюю обнову. Фарми новые скины, участвуй в челленджах, открывай кейсы за Тести Койны и, конечно же, юзай подарочек от меня. Промокод ГЕРОКОПТЕР. Даст вам плюс 15% к пополнению баланса и халявный кейс. Тести Дроп. Согрей своих любимых героев. ХАКС ЛАЙК Приветствую всех на канале Типичная Дота. Это небольшой вечерний, ну или даже ночной подкаст. Кто когда это видео смотрит, я не знаю. Но так или иначе у вас наверняка возник вопрос. Почему это не полноценный ролик? Да потому что подобные видео имеют очень маленький срок своей актуальности. Потому что они посвящены каким-то новостям, которые уже вот-вот произойдут. И когда это случится, то этот ролик уже никому не будет нужен. Следовательно, 15 часов его сидеть монтировать не имеет никакого смысла. Поэтому будем с вами разговаривать вот в таком стиле. Без подготовки, без какого-либо сценария. И что самое главное, без практически монтажа. Так что запасайтесь чайком. Поехали. Итак, если вы были сегодня весь день в танке и пропустили все важные новости, то напомню вам, утречком в твиттер-аккаунте Доты и в частности на страничке Викрима в том же твиттере было опубликовано сообщение с вот таким вот текстом, который вы сейчас видите на своих экранах. Здесь сообщается, что долгожданный патч 7.28 выйдет уже вот-вот. А если быть более точным, то это случится в четверг. Скорее всего утром, потому что здесь еще речь идет в контексте чашечки кофе. Ну и, как вы знаете, кофе принято пить в большинстве случаев по утрам. Поэтому, скорее всего, ожидаем обновления в четверг утром. Но это не самое главное. Самое главное, что помимо вот этой вот просто номерной значимости 7.28 патч получит и свое название. А именно Mistwood, что переводится как Туманный лес. То есть здесь можно провести параллель с такими крупными патчами, как 7.00, где он носил под заголовок The New Journey и рассказывал нам историю Monkey King'а. И, в принципе, был привязан к его личности по большому счету. А также прошлогодние Outlanders, которые выглядели вот как-то так. Давайте перейдем к более наглядным примерам, чтобы вы понимали вообще, о чем я говорю. Вот этот самый визуальный стиль прошлого обновления. Обновление Чужие Земли. И вот по нему можно четко понять, какие герои выходили с этим патчем. То есть это вот это фиолетовое звездное космическое небо, которое было домом Войт Спирита. И это пустыня, в которой обитала Снепфайр. То есть понятно, что герои полностью соответствуют вот этому визуальному стилю. Следовательно, если мы имеем Mistwood, Туманный лес, значит и новый герой будет 100% обитателем этого самого леса. Ну, мы опять здесь возвращаемся к тем самым теориям первоначальным по поводу зверька, которого я считал сначала за Энна. Но сейчас, возможно, это вообще любой другой зверек, который остался один из всей своей расы. Почему один? Да потому что об этом говорит сама Квапа Сарканой в своих unused фразах, которые относятся как раз таки к новым персонажам. Смотрите, в моей там книге, в какой книге, опять же, неизвестно, все лесные существа погибли. Лесные. Это самое ключевое, потому что обновление Туманный лес. Следовательно, говорит она явно этому самому персонажу. Опять же, под книгой вот этой вот истории или книгой сказок, переводите как хотите, я думаю, что подразумевается книга мертвых, в которую все имена всех умерших героев и существ вообще всех записываются. Следовательно, книга эта к демонам относится. И, возможно, Квапа как раз таки поняла из этой самой книги, что все эти лесные существа погибли. Все кроме одного, а точнее одной. Потому что, как мы помним из прошлого заявления Valve, персонаж будет женского пола. То есть, мы получаем тот факт, что, скорее всего, и я думаю, что это где-то на процентов 98, мы получаем зверька женского пола из этого самого леса. А вот где мы могли этот самый лес видеть ранее. Я наткнулся здесь не так давно на представление от того же самого Викрима сетов новых, которые были приурочены к обновлению Dota Plus. И у него здесь, смотрите, какой экран превью этих самых сетов. Я сразу обратил внимание, что что это за локация неизвестная какая-то, но поскольку не было еще анонса о том, что будет Туманный лес, я просто это на тормозах спустил. Но, оказывается, это момент, на который нужно было обратить внимание. Смотрите, вот этот самый сундук, вот здесь он показывает сеты, крутит-вертит их всячески. И вы видите, в какой они, в каком ландшафте они находятся. Сзади деревья, явно какая-то полумрачная атмосфера, листья, кусты, какие-то камни. То есть, скорее всего, Мист Вуд это как раз-таки вот это самое место. Окей, это Туманный лес. А поконкретнее, что это может быть? И здесь сейчас наступает чисто такая разговорная, теоретическая часть. Можете брать еще побольше печенюшек, потому что мы будем сейчас мусолить какие-то непонятные штуки и чисто ссылаться на предположения. Ничего конкретного я вам не скажу, а если хотите, можете закрывать этот ролик. Самую основную часть я до вас донес. Патч в четверг, и с этим патчем выйдет зверек. Ах да, еще хотел заметить по поводу зверька. Здесь, конечно, многие обрадуются, что, слава богу, что это не Фрея. Я в том числе Фрею и Валькирию не особо хотел видеть. Но, с другой стороны, если это будет зверек, если будет это тот самый зверек, к которому обращался Марск, к которому обращался Зевс, то мы получим зверька лесного, который вообще не будет никак разговаривать. И это проблема, потому что мы очень зависим от реплик. Ну и я в том числе. Чтобы разбирать какие-то истории и выделять интересные факты, нужны реплики героев. А если он будет просто балякать на своем зверином, то ничего мы из этого не выудим. Но, так или иначе, давайте подумаем, что это за лес. По вариантам у нас здесь, на самом деле, не густо. Их всего три. Но один из них я бы хотел, наверное, сразу отбросить. Это Найт Сильвер Вудс. Это серебряный лес, в котором обитают Луна и Мирана. Она прислуживает богиня Селемена. Потому что в этом лесу водится, вот смотрите, сколько разных видов животных. И все это только Маунт и Мирана, не говоря уже про всех остальных. И вряд ли лес был как-то там подпорчен чем-то непонятным, что там все животные вымерли. И остался лишь только один зверек-девочка. Не думаю, что к этому относятся. Здесь конкретно какая-то новая локация. Но вот эта новая локация может быть связана с уже существующими героями. А вот с какими? Абадон. Здравствуйте. Абадон, опять же, лорд Аверна, рассказывает в своем лоре про некую купель. Я хотел сказать туман, но здесь ее перевели как купель. Купель Аверна это черный туман, который дает вот как раз таки силы. Смотрите, почему я именно открыл карту из игры Артефакт. Да потому что здесь он говорит, что помимо купели Аверна, которая явно находится не в лесу, существует еще один источник тумана, о котором сам Абадон даже не знает. И если эти слухи подтвердятся, я должен найти его и поглотить. То есть, возможно, в этом самом туманном лесу находится второй источник силы Абадона. Ну, это не совсем его сила, но, думаю, суть вы поняли. И почему у меня открыта еще вторая карта с Траксой. Тракса. Лесная лучница из расы Дроу, хотя не совсем так, потому что она человек, просто маскируется под Дроу, ищет второй как раз таки источник тумана Аверна. И, вероятно, этот самый источник, опять же, находится в лесу. Именно поэтому Тракса его пытается найти, потому что она лесная лучница. Догадка? Догадка. Логичная? Ну, вполне себе. Однако это все, конечно же, натягивание совы на глобус и какой-то конкретики по этому поводу сказать нельзя. Имеем Найт Сильвер Вудс, имеем второй источник купели Аверна, и имеем Абадона, который этот самый источник пытается найти, обогнав при этом Траксу, лесную лучницу. И как бы парадоксально сейчас не звучало, на этом инфа все заканчивается. То есть, если подытожить, можно просто выделить вот эти вот три основные вещи, что патч в четверг, с этим патчем выйдет герой, и это будет точно не Фрея, это будет какой-то лесной зверек, лесное существо, лесное, в общем, нечто, которое будет обитать в месте под названием Туманный лес. С этим разобрались. А вот что это за Миствуд, что это за зверек, здесь уже можно только гадать. Так что вот такие дела, ребят. Ждем патч в четверг утром, и тогда уже поговорим о чем-то более масштабном. И я надеюсь, будет патч крутой, я надеюсь, будет новый герой крутой, и вообще вся эта тематика с... Туманным лесом будет чарующей, и загадочной, и также интересной. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Сорян за такой лайтовый видос, но у меня на этом все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова